Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelife.com.ua Меня зовут Александр. Будем сегодня вместе с вами рассматривать вот такую вот модель Lenovo P70T. Долго довольно-таки мы ждали появления в нашем ассортименте этого смартфона. На данный момент выпускается этот смартфон в двух версиях. У нас это китайская версия и еще есть Lenovo P70T европейский. Основные отличия это сети, в которых работают эти смартфоны, это объем оперативной памяти и встроенные. Все остальное, в принципе, аналогично. У нас версия именно P70T. Вот в такой вот коробке поставляется этот смартфон. Что у нас по комплектации? В комплекте на данный момент есть вот такая вот пленка, есть USB кабель, зарядка и гарнитура. Зарядка у нас идет на 1,5 ампера. Также в комплектации на данный момент поставляется вот такой вот силиконовый бампер. Он очень удобный, есть все вырезы под все разъемы, что, в принципе, очень достойно удобно. Сама модель Lenovo P70T это своего рода очень долгожданный смартфон. Это замена Lenovo P70, P780, который продается по сей день. Но все-таки по техническим характеристикам P780 он значительно уже устарел. Это модель на новом 64-битном процессоре с новым экраном, камерой. Аккумулятор здесь тот же на 4000 мАч. Что могу сказать по внешнему виду? Это 5-дюймовый дисплей. Дисплей здесь HD. Разрешение 1280 на 720. Есть фронтальная камера, есть логотип Lenovo, динамик, датчики приближения и освещение. Нижние сенсорные кнопки, они легонько подсвечиваются, когда в полной темноте, то это все видно. По граням здесь у нас идет кнопка включения-выключения и качелька громкости. Сверху разъем под наушники, микрофон номер 2, снизу микрофон первый, динамик. Динамик работает только, который слева. Стальное отверстие это для симметрии и для красоты. И micro USB разъем. Задняя крышка у нас вот в таком вот стиле выполнена. Это такой пластик, он имеет такое покрытие, как под кожу. Есть логотип Lenovo, основная камера на 13 мегапикселей и вспышка. В принципе, по корпусу нареканий у меня никаких нет. Все очень добротно сделано. На перегиб смартфон не трещит, не издает никакие посторонние звуки. Люфтов здесь тоже нет. Вот эти вот вставки, они выполнены, можно даже так сказать, из такого зеркального покрытия сверху, снизу. Открывается крышка в этом смартфоне. Аккумулятор у нас несъемный, он здесь встроен. Емкость этого аккумулятора составляет 4000 мАч. Смартфон работает с двумя сим-картами. Сим-карты работают в стандарте GSM у нас в Украине. И на данный момент 3G, 4G в этой модели поддерживаться не будет. Также работает смартфон с карточками памяти. Можно устанавливать карту памяти до 64 гигабайт. Далее перейдем к техническим характеристикам смартфона через программу Antutu. Крышка одевается очень плотно и все хорошо здесь сидит. Все защелки очень плотно прилегают. Значит, программа Antutu. Набрал смартфон у нас приблизительно 30 000 баллов. Это стандартный показатель для процессора MTK6732. По техническим характеристикам, что здесь у нас есть. Это 4.4 Android. Это процессор MTK6732, Mali-T760. Не обращайте внимания на вот эту надпись. Это неправда, 6752. Разрешение экрана 1280 на 720 точек. Основная камера на 13 мегапикселей. Объем оперативной памяти Geek. Встроенная здесь 8. Стоит у меня карточка памяти на 16. Прошивка выполнена таким образом. Это очень важно, что вот эта вот вставленная SD-карта сзади у меня, она работает должным образом. И все программы, приложения, игры, они скачиваются прямо на нее. Здесь четырехъядерный 6732 с частотой 1,5 ГГц. Фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей. В принципе, по датчикам, по мультитачу, давайте я вам покажу тест. Здесь 5-точечный мультитач, больше никаким образом не нажимается. И по датчикам, давайте посмотрим через Z-девайс тест. Есть у нас GPS. GPS у нас поддерживает GLONASS. Есть Bluetooth, Wi-Fi. Есть датчики приближения и освещения. Есть вспышка. И, в принципе, больше ничего нет. Немного я переключил свет, потому что обратил внимание, что на экране камеры у меня очень все желтит. Немножко снимаю не в тех условиях. Но я думаю, ничего страшного. Перейдем дальше к экрану. Экран здесь у нас IPS-матрица. Здесь модульная деталь. То есть это дисплей плюс тачскрин. Это одно целое. Углы обзора довольно-таки неплохие. Смартфон хорошо отображает картинку. По диагонали немножко картинка и цветопередача меняется. Но в целом по бюджетным матрицам такое можно наблюдать практически в любом смартфоне. А так матрица IPS, OGS технология. Поэтому качество изображения достойное. На данный момент прошивка единственная, которая приходит к нам от производителя. Вот она и установлена. Версия этой прошивки вот такая. Все работает достойно. Практически полный русский язык. В некоторых местах наблюдаются некоторые менюшки на английском. Но в целом все интуитивно понятно. И можно смартфоном управлять без проблем. Номеронабиратель. Все это контакты. Сохранение контакта. Все у нас на русском языке. То есть вот вы в этом можете сами убедиться. В плане звучания. В этом смартфоне меня все порадовало. Единственное, что звучит только один динамик. Справа это муляж. Звук во время прослушивания музыки через наушники тоже шикарный. Звучание отличное. Много басов. Довольно-таки громкий звук. Во время разговора с собеседником микрофон динамик также отрабатывает. Отлично. Звучание хорошее. Забыл уточнить такой момент, когда рассказывал про датчики. То, что здесь в этом смартфоне поддерживается ОТГ кабеля. То есть можно подключать флешку, мышку и клавиатуру. По поводу производительности. Здесь 6732 процессор. Я тестировал различные игрушки. Давайте просто продемонстрирую, как смартфон ведет себя с ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что можно сказать по поводу игр в Lenovo P70T? В принципе, производительности достаточно для нормальной работоспособности устройства. Но все-таки один гиг оперативки здесь чувствуются. Все-таки процессора уже 64-битные нового поколения. А поэтому хотелось бы, конечно, больше оперативки. В плане производительности все у смартфона отлично. Я тестировал, как всегда, GPS. GPS с поддержкой GLONASS спутников. Смартфон, в принципе, ловит спутники нормально. Прогружает EPO-карты. То есть все в этом плане отлично. Теперь я тестировал, естественно, тестировал аккумулятор. Потому что это один из самых важных моментов, которые меня интересовали в этой модели. Значит, тест Antutester у меня показал 7883 балла. Это лучший результат среди моделей на новых процессорах 6732-6752. Далее я тестировал воспроизведение видео в YouTube со 100% до 18%. У меня получился результат чуть более 6 часов. И во время теста полноценного через игру Epic Citadel у меня практически со 100% до 10% это было более 4 часов. 4 часа 12 минут. Ну, то есть до нуля. Если бы я его разрядил, то это было бы около 4,5 часов. В целом, по аккумулятору результаты хорошие. Нету здесь той автономности, как была у Lenovo P780, S860, того же 4400THL. Но для этих процессоров такая автономность у смартфона заслуживает уважения. Здесь камера идет на 13 Мп и 5 Мп идет фронтальная камера. Если сравнивать этот смартфон P70T со смартфоном P780, то, конечно же, можно сказать, что по камерам однозначно смартфон лучше. Но если сравнить эту модель с современными устройствами, например, GUS3, и даже любые THL, THL 5000, T100S и любые другие, то, конечно, камера подкачала. И камера абсолютно не самая сильная сторона этого устройства. Вроде бы на телефоне получаются снимки очень даже ничего. И четкость присутствует, и остальное. Но когда, допустим, переносишь эти снимки на компьютер, видно, что какие-то снимки все замыленные. Как будто в какой-то они пленки непонятные. Как будто что-то с фокусом. Ну, нет четкости изображения. Камера здесь все снята, никакой здесь пленки нет. Поэтому не надо писать комментарий, что сними пленку. Пленки здесь нет. Я, в общем, залью эти фотки. Ссылка будет в описании. Также я сделал видео. Видео записано в формате Full HD, ну, то есть в максимальном качестве на этом смартфоне. Вы, в принципе, сможете посмотреть это видео и фото самостоятельно. Вот качество, формат записи. И сделать свои выводы. Я могу сделать такой вывод, что эта модель однозначно лучше в плане камеры, чем Lenovo P780. И фронтальная камера будет получше. Однако, если сравнивать с моделями других производителей, то, конечно, камера слабенькая. В принципе, все Lenovo P70T. Это китайская версия у нас. Идет 1 гикооперативки, 8 встроенной и 4-х ядерный процессор 6732. Цена в Китае на данный момент составляет приблизительно 180 долларов. Не могу сказать, что данная модель после P780 является чем-то сверхъестественным. Нет, это обычный, довольно-таки неплохой смартфон с классным аккумулятором, с нормальным процессором. Есть свои минусы у смартфона и минусы такие явные. То, что здесь всего лишь 1 гикооперативки. То, что здесь подкачала камера. Могли, конечно же, китайцы сделать что-то более крутое. И поэтому лично я сомневаюсь, что вот этот P70T будут покупать так же круто, как покупают по сей день Lenovo P780. Цена на который, конечно же, уже опустилась очень сильно. Возможно, если китайцы опустятся по цене на P70T, и модель будет стоить хотя бы 140 долларов китайская версия, то его, конечно, будут покупать. На данный момент за эти же деньги есть много конкурентов. Нет таких же конкурентов в плане аккумулятора, но зато по всем техническим другим характеристикам у нас есть конкуренты. И, по сути, Lenovo сделали снова тот же смартфон, как и был когда-то P780, так и сейчас P70T, что в смартфоне действительно хороший вне конкуренции только аккумулятор. Все остальные технические характеристики оставляют желать лучшего. И найти на рынке, в принципе, хорошего конкурента, если не брать во внимание аккумулятор, очень легко. Как по цене, так и по качеству исполнения. На этом все. Подписываемся на канал, записываемся на нашу группу, ставим лайки, пишем комментарии, задаем ваши вопросы. Спасибо, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok